Мы продолжаем размышлять над псалмами вместе с пользователем интернет-портала Exeget.ru И сегодня мы прочитаем несколько стихов 15-го псалма и посмотрим, какие там пророческие свидетельства, пророчества о Христе содержатся. 15-й псалм, начиная с 7-го стиха. 16-й псалм, начиная с 8-го стиха. Поведал мне пути жизни, исполнишь меня веселье пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовеки. 16-й псалм, начиная с 8-го стиха. Понятно, что Христос во время земной своей жизни об этом и говорить не мог, надо было пройти через смерть и воскресенье. Но апостолы сразу вот увидели, что это известное свидетельство псалма именно об этом событии. Именно о том, что Христос воскреснет. 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 Что значит воскреснет? Ты не оставишь души моей во аде и не дашь мне познать тление. То есть, Христос, когда его снимает с креста, кладется во гроб, полагается во гроб, лежит в гробе. Воскресенье, пятница, суббота, рано-рано воскресенье он восстает, а душа его сходит в ад. Об этом мы вспоминаем в день Великой Субботы. И, собственно, традиционная икона воскресенья Христова как раз и показывает нам сошествие Христа в ад. Вот, и мы видим там развивающиеся ризы Господа, видим разрушенные, сломанные ворота адовые, символические метафоры, но понятно, узнаваемо перекошенные перегородки, лежащие створки врат, валяющиеся разные ключки, ключи, замки, уключенные и так далее. Вот, и из гробов выходят Адам, Ева и другие праведники. Вот это именно схождение Христа, сошествие Христа во ад и вывод, выводит оттуда праведников Ветхого Завета, которые сохранили веру в него до его еще пришествия. И вот это вот событие, ты не оставишь души моей в аде, до этого все души сходили в ад, как то пишет, скажем, Иов, вот, что зайдет душа моя в мрачные преисподние земли к праотцам, и не будет видеть света, и не будет чаять утешения. Вот все люди сходили в эту тьму до пришествия Христа. И Христос тоже сходит в эту самую тьму Адову, но потом восстает оттуда силой Божией, Бог, Божественная природа обнаруживается, обнажается, делается явным, ад наполняется светом, разрушается, и ада больше нет. И тело, которое остается в гробе, оно не тлеит, наоборот, оно на третий день воскресает, так и не поддавшись тлению, так и не увидев тлени. И вот, по сути дела, вот событие, яркое пророчество о воскресении Христа. Но, обратим внимание на, собственно, ничего нового тут даже и сказать бы, и не надо было, упоминать бы можно было и не упоминать, потому что, собственно, вот все эти описанные образы, они хорошо всем известны, и понятно, что раз об этом апостолы в первых же проповеди своей говорят, ну, это общие места, но обратим внимание, мы уже говорили про то, что Псалтырь обладает удивительным свойством. Это не нарратив, это не рассказ о каком-то событии, это всегда, как бы, лирическое переживание. То есть, ну, скажем, вот, в данном случае, ты не оставишь души моей в Ааде, и апостол, собственно, про это и казалось, подожди, ну, как это так? Так, ведь Давид-то ведь, он, гроб-то его известен, он, мы ничего сделать не можем, он лежит в земле, и все, и, как это, и тление познал, и душа его там, откуда мы знаем, где. Единственное, человек это Христос, но вот Давид-то говорит это по отношению к себе. И мы когда-то во вводных наших беседах во Псалтыре говорили, что это особенный строй Псалтыри, когда Дух Святой касается сердца человека, он не просто пророчествует, как будто видит некоторую картину, он переживает это. Он переживает, потому что, когда благодать Святаго Духа касается сердца человека, его душа становится Христовой душой, в этом уникальность того мира, которое создано Псалтырию, как тех псалмов, которые вошли туда. Это то, что родилось, когда Дух Святой сошел на человека, и те переживания, те образы, те размышления, которые рождались в человеческой душе, они были присущи Христу. Так и делает Дух Святой, когда касается особенным образом души человеческой, ведь каждая душа создана по образу и подобию Божьему. Но, если это сделал Дух Святой, когда рождал Псалом, то это же самое происходит и с нами, когда мы внимательно и в Духе Святом читаем этот Псалом. И тогда мы видим в этих строчках не только пророчество о Христе, как и увидели, и очевидно это видится апостолами, мы читаем об этом в книге Деянистых апостолов. Это ведь касается и нас, каждого из нас, если только мы, прикасаясь к Псалму, прикасаемся к нему в благодати Святаго Духа. Ведь и мы, а не только Давид, создан по образу и подобию Божьему. Это значит, что моя плоть, как говорит 9 стих, вселяется в землю с упованием. Это когда меня кладут в гроб, меня кладут туда, как семя, чтобы я выросла и принесла плоть жизни. Я не просто зарываюсь в гроб, как какой-нибудь мертвец, и нет, я вселяюсь в землю с упованием. Я вселяюсь в землю с надеждой. Вот что подарило человечеству христианство похороны, как посев жизнь. И знаком именно этой жизни является крест, который стоит там. Ну, мы привыкли к нему, мы, собственно, не знаем, как еще. Ну, там, в советское время были попытки заменить это кладбищенскими звездами. Но, вообще-то, мы привыкли ко кресту, как некому навершию могил. Но, вообще-то, это знак воскресенья. Это указание. То есть, здесь посажено семя жизни. Должно было бы быть так, понятно. И если бы каждый христианин, он бы исповедал эту свою веру и ложился бы в гроб вот с этим упованием. Я не просто плачу о том, что разлучаюсь от окружающих меня близких людей и друзей. И я пошел и всеиваюсь в землю с надеждой, что я восстану. Даже Иов об этом в Духе Святом опять-таки говорит. Я своими глазами увижу Бог. И тогда мы, так же, как и Давид, вспоминая, переживая присутствие Христа, что и нашей души Бог не оставит в аде. Она не сойдет в ад. И мы обязательно воскреснем в нетленной жизни. Да, тление тела мы познаем. Но тление души мы не познаем. Тление в сущностном смысле этого слова, как разложение души, потерявшись, души, которая разрушила себя, раздробила, разчленила себя страстями. Мы этого не почувствуем, потому что мы во Христе. Для нас эта строчка псалма является как бы поэтическим выражением наших, тех слов, которые мы говорим в символе вере. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И когда мы умираем, мы можем сказать это, что я, смотря прямо перед собой, не светлым взглядом прощаясь с дорогими нами людьми, мы можем сказать эти слова символа веры, что я ухожу, но я надеюсь на воскресение мертвых и жизни будущего века. А можем сказать строчкам 15-го псалма. Моя плоть вселяется в землю с надеждой, что душа моя в аду не будет, и праведник твой не познает тления. То есть, моя душа не разложится, и я не потеряюсь. Я найду тебя, потому что найден в этой жизни был тобой. Моя вера свидетельствует мне о том, что я с тобой умираю. В тебе я умираю. И, конечно, может нас смутить слово праведник, но во Христе все делаются оправданными, а стало быть, праведниками, не своей праведностью, а праведностью Христа. И тогда понятным делается 11-й стих. Ты поведал мне путь жизни и исполнишь меня весельем пред лицом твоим. Ты сказал мне еще, когда я был живой и ходил в одни свои плоти, ты сказал мне путь жизни, и я поверил этому пути жизни, уверовал в тебя. И потому я теперь не боюсь смерти, но вселяясь в землю с надеждой, что душа моя не пойдет в ад, потому что я знаю путь жизни. Как в одном древнем сборнике времен апостольского, или еще постапостольского века, Дедаха, там говорится о пути жизни и пути смерти. Вот, и это аллюзия на те слова, которые говорит Христос, что есть узкий путь, ведущий жизнь, и немногие находят его, а есть широкий путь, и многие, идущие смерть, и многие идут по нему. Поскольку ты мне, Господи, сказал путь жизни, ты помог мне найти этот узкий путь, и я пошел этим узким путем жизни, то теперь я не боюсь смерти. Я верю, что и с надеждой вселяюсь, перехожу во мрак гроба, вселяюсь в землю с надеждой, что там, за порогом смерти, я не увижу ада, не увижу тления, но встречусь с тобой с весельем. Исполнишь меня весельем пред лицем твоим. Вот такая картина рисуется тремя строчками псалма. Это и пророчество о Христе, и упование, даруемое каждому во Христе. И мы всегда должны, можем, у нас получается так воспринимать псалтырь, потому что это не просто рассказ о каких-то событиях, или изложение некоторых принципов и истин. Это переживание жизни и смерти, быта и бытия, переживание во Христе. И вот когда я в Духе Святом прикасаюсь к сочкам псалма и понимаю, что на самом деле самое страшное, что бы могло меня ждать, смерть, уже не страшна. Меня ждет не смерть, когда меня сеют в землю, или когда меня кладут в гроб, мое лицо уже загорается весельем, я вижу твое лицо, и причем это уже совсем не метафора, хотя здесь это образ поэтический, но мы знаем, как много и много святых, да и не совсем так, непрославленных святых, умирали именно так. Они ложились, они готовились, они знали, когда уйдут, приготовливались, и действительно лицо их начинало улыбаться и сиять еще при этой жизни, потому что они уже, переходя через этот порог, висели, встречали лицо возлюбленного, лицо возлюбившего их Бога. Но это все возможно только по одной простой причине, что Бог открывает нам путь жизни. Если Он его не откроет, сами его мы никогда не найдем. Это невозможно. Только Бог открывает нам Христа. Никто не может прийти ко мне, если Отец его не приведет. И поэтому так драгоценно, так ценно, так важно, если мы познали путь жизни, если нам открыт путь жизни, мы знаем путь Христа, мы знаем, в чем именно Его воля. Это удивительный дар, и дорожить этим надо больше, чем собственной своей жизнью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok